Самого доброго утра в самой позитивной стране Евросоюза. Латвия, смотри, какая шикарная погода к нам приходит. Сегодня поговорим о конфискованных автомобилях. Есть в Латвии такая практика с недавнего времени у тех, кто немножко выпил, находясь в состоянии депрессии, потому что депрессия в нашей стране совершенно нормальная ситуация. Человек немного выпил, я говорю про тех, кто немного выпил. Не много, а немного. Так вот, у этих людей конфискуют машины и отправляют их для помощи Украины. В связи с этим, конечно, есть такие подозрения. Первое, а Украина нас об этом просила или нет? Второй момент, а каким образом простые автомобили помогают Украине победить в войне? Эти же машины не приспособлены для обведения боя. Совершенно не приспособлены. Третий момент, мы туда отправили уже порядка 400, чуть больше машин. Ни одна страна Европы столько не отправила. Может, ну, хватит немножечко. Помогать, безусловно, Украине надо. Я сам лично этим занимаюсь. И долг любого здравомыслящего человека, конечно же, помогать тому, кто сейчас находится в трудной ситуации. Так вот, в трудной ситуации находится также Латвия. И многодетные дети Латвии. Семьи. Мы знаем о нашей демократической, демографической ситуации. Она катастрофична. Так вот, вношу свое предложение. Коли уж у нас есть такой закон, а законы, сами понимаете, обратной силы не имеют. И мы конфискуем машины у тех, кто немножко выпил, потому что находиться в Латвии в состоянии депрессии, это нормально. У нас нет ни одного закона и ни одной практики, которая бы помогала людям, которые выгорают на работе, которые находятся в состоянии депрессии. Я вот этих программ государственных ни одной не видел, если честно. Кроме одной. Отнимать машины у тех, кто попал в депрессию и немного употреблил алкоголь. Так вот, вот этих вот более сильных людей, которые попали в депрессию, мы оставим в покое, а есть более слабая часть нашего населения, многодетные семьи. И вы же видите, что происходит, когда какой-то ребеночек в семье заболевает, у родителей нет денег на его лечение. И в нашем государстве как-то не принято, чтобы всех детей, допустим, до 18 лет, неважно какое заболевание, государство лечило за свой счет. Вот нет такой практики у нас. Давайте придумаем хотя бы несчастных 100 машин оставить в Латвии. Допустим, человек выпил, у него конфисковали машину, и вот эту машину не будем увозить из Латвии, а дадим многодетной семье. Давайте посмотрим, сколько у нас многодетных семей, и по крайней мере решим машину перемещения в этих семьях. Сами понимаете, что не всякая многодетная семья может себе позволить автомобиль. А тут такой подарок от государства. Представляете, какой позитив? Не лишний напомнить, да, что украинский сценарий мы отодвинем и поговорим о Латвии. О Латвии. Давайте не все машины будем отправлять украинцам, которые мне нужны. Почему я так подумал? Потому что есть парни, которые воюют на стороне Украины с Латвии, и они так и говорят. Ребята, ни вот эти свечки, которые вы посылаете, ни вот эти машины, они никаким образом не помогают Украине победить эту войну. Нет смысла заниматься глупостями. А вот если бы эти машины мы отдавали многодетным семьям, они бы еще как помогали. Интересно бы понять твое мнение, что ты думаешь о такой поправке к закону. Ну и напомню, что Латвия самая позитивная страна Евросоюза, и к нам наконец-то приходит отличная по-настоящему летняя погода. Всем доброе утро.